Здравствуйте! Мы продолжаем с вами изучать выделительную систему. Тема сегодняшнего урока – регуляция мочеобразования, гигиена мочевыделительной системы. Здравствуйте! Давайте с вами повторим. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Первое. Сравните состав первичной и вторичной мочи. Второе. Как вы думаете, фильтруется ли белок через капсулу нефрона? И третье. Опишите процесс движения солей и мочевины из капилляров клубочка до собирательной трубочки. Проверьте себя. Деятельность почек находится под контролем нервной системы, а также гуморальных механизмов регуляции. При возбуждении симпатической нервной системы просвет кровеносных сосудов почек уменьшается. В первичной моче образуется меньше. Расслабляются стенки мочевого пузыря. Стимуляция парасимпатической нервной системы дает противоположный эффект. Влияние на процесс моче образования оказывает гормоны. Так гормон вазопресин усиливает обратное всасывание воды из канальцев нефрона. А гормон адреналин сужает приносящие и выносящие сосуды капиллярных клубочков, тем самым уменьшая мочеотделение. Тероксин усиливает мочевый деление, ослабляя реабсорбцию воды в почечных канальцах. Нервный и гуморальный механизм регуляции моче образования взаимодействуют между собой, обеспечивают водно-солевой гомеостазис организма. Нарушение функций почек ведет к отравлению организма веществами, которые в норме выводятся с мочой. В результате могут возникать тяжелейшие состояния, нередкие несовместимые с жизнью. Хроническая почечная недостаточность развивается при повреждении более 70% нефронов. О нарушениях работе почек свидетельствует появление в моче белка, которое обнаруживается при ее общем анализе. Произвольная задержка мочеиспускания может привести к нарушению функций почек. При произвольной задержке мочеиспускания может происходить заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточники и почки. Это приводит к воспалениям и почечной недостаточности. Воспаление почек пиелонефрит может возникать при различных инфекциях. Причем данное заболевание может возникать при различных инфекциях, например, при заболеваниях зубов и ангине. Такой способ проникновения микроорганизмов через кровь называется нисходящей инфекцией. Микроорганизмы могут попасть в почки через мочеиспускательный канал. Это восходящая инфекция. Чаще всего воспаление почек возникает при несоблюдении правил личной гигиены и переохлаждении организма. Негативное воздействие на почки оказывает поваренная соль. Если снизить в рационе содержание поваренной соли, то это увеличивает фильтрацию. Если человек избыточно принимает соль, это уменьшает количество образующейся мочи и может быть фактором риска многих заболеваний. Мочекаменная болезнь Мочекаменная болезнь проявляется формированием камней в почках и мочевом пузыре. Камни, травмируя слизистую оболочку и мочевыводящих путей, затрудняют отток мочи и вызывают при этом нестерпимую боль. Здоровые почки и алкоголь – несовместимое понятие. Продукты распада алкоголя заставляют почки работать в усиленном режиме. Прием алкоголя провоцирует развитие острых и обострение хронических воспалительных процессов в почечных лоханках и мочевом пузыре. Алкоголь инициирует образование в почках камней, а также замещает естественную почечную ткань соединительной тканью. Тяжелые нарушения деятельности почек вызывают попавшие в кровь свинец, ртуть, борная кислота, нафталин и некоторые органические яды. Подумайте, пожалуйста, какие меры профилактики заболеваний органов мочевыделительной системы вы можете назвать? Уверена, что вы сразу же сказали о том, что нельзя подвергаться переохлаждению. Правильно питаться и не злоупотреблять соленой и острой пищей. Не употреблять алкоголь и наркотики. Принимать лекарства, особенно антибиотики, только под контролем врача. Осторожно обращаться с ядовитыми веществами. Соблюдать личную гигиену. Дайте объяснение фактам. Факт первый. Каждый грамм почечной ткани потребляет в 8 раз больше кислорода, чем такое же количество мышечной ткани сердца. Второе. Потребление кислорода почками равняется в среднем 1 к 11 всего потреблений кислорода телом. Хотя почки составляют лишь 1,112 веса тела. И третье. Вес почек у новорожденных по отношению веса тела вдвое больше, чем у взрослых. Повторим главное. Работа почек находится под контролем нервных и гуморальных механизмов регуляции. Нервная регуляция осуществляется главным образом с помощью симпатической нервной системы. Гуморальная регуляция происходит посредством гормонов гипофиза, надпочечников и щитовидной железы. Для предупреждения заболеваний органов мочевыделения следует избегать переохлаждения и отказаться от употребления острой пищи и алкоголя. Серьезную угрозу для мочевыделительной системы представляют природные синтетические яды. Игнорирование правил гигиены мочеполовых органов значительно увеличивает риск развития инфекционных заболеваний выделительной системы. Домашняя работа. Прочитайте параграф 42 регуляция мочи образования гигиена мочевыделительной системы. Ответьте на вопросы в конце параграфа. Подумайте и ответьте на вопрос. Предположите механизм действия мочегонных лекарственных средств. С какой целью их применяют? Удачи в изучении биологии! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...